Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Продолжение следует... В большинстве современных дистрибутивов Linux по умолчанию используется файловая система X4. Точно так же, как и в предыдущих дистрибутивах использовалась файловая система X3, X2 и когда-то X. Файловая система X2 частично удаляет информацию об удаленном файле и, в частности, ссылки на имена файлов, что делает восстановление имен файлов практически невозможным. Журналированные файловые системы X3 и X4 выполняют удаление через журнал. И результаты восстановления данных из этих систем в значительной степени зависят от размера журнала и времени работы системы после удаления файлов. Поэтому при потере важной информации следует сразу же предпринимать меры. А именно прекратить запись на диск, с которого были удалены данные и найти хорошую программу, которая поможет их вернуть. Мы отобрали несколько самых популярных программ, которые вам помогут с вопросом восстановления и провели тесты. Смотрите далее, какой из программ удалось вернуть утерянную информацию из диска. Прежде чем приступать к тесту программ, давайте разберем структуру файловой системы. Этот тип файловой системы состоит из загрузчика, в котором находится группа блоков. В начале структуры находится главный суперблок. Затем после суперблока идет дескриптор групп, после которого находится битовая карта блоков. Затем за ней битовая карта индексных дескрипторов, после которой расположена таблица узлов индексных дескрипторов. И в конце находятся наши данные. Файловая система X4 имеет вид B дерева, поэтому данные лежат в самых листьях этого дерева и чтобы к ним добраться программе для установления данных нужно пройти эту цепочку. Если удалить некоторые элементы из данной цепочки утилита может не найти путь к данным. Далее в тесте мы попробуем удалить некоторые элементы и структуры файловой системы и посмотреть как с этим справятся программы из нашего топа. В операционной системе Windows посмотреть содержимое съемного накопителя, флешки, внешнего жесткого диска с файловой системой X4, 3 или 2 можно только с помощью специальных утилит или установил специальный драйвер. Программы для восстановления данных позволяют увидеть такое устройство и восстановить данные с него. Для тестов мы отобрали несколько самых популярных из программ для восстановления данных. Это Hetman Partition Recovery, RStudio, Easeus Data Recovery Wizard, Recuva и DiskDrill. После предварительного теста пришлось исключить одну из программ, так как ей удалось найти лишь небольшую часть файлов на диске с файловой системой X4. Это программа Recuva. Она показала наихудший результат восстановив лишь 20% утерянных данных. Поэтому мы решили исключить ее из данного теста. Итак, приступим к тестированию программ. На ПК с операционной системой Linux мы создали тестовый диск с файловой системой X4. Копируем на диск данные, к примеру какие-нибудь фото, видео, документы. Затем удаляем часть данных. Тест будем проводить на компьютере с операционной системой Windows 10. Подключаем наш диск с X4. Windows 10 не распознает файловую систему X. После подключения диска вы увидите, что система не распознала устройство. И чтобы использовать диск, предложит его отформатировать. Форматировать ничего не нужно. Запускаем первую утилиту в Hetman Partition Recovery и сканируем диск. Как видите, программа отображает диск, определила файловую систему, отображает имя и его размер. Для начала попробуем выполнить быстрое сканирование. Как видите, при таком удалении программа без труда находит файлы. Полный анализ не нужен. Это сэкономило нам кучу времени. Удаленные данные обозначены красным крестиком. Все файлы можно посмотреть в превью и все они доступны для восстановления. Сохранена структура диска, все файлы и папки на своих местах. Это значительно упрощает визуальный поиск утерянных данных. Программа справилась с поставленной задачей и успешно прошла данный тест. Запускаем следующую утилиту RStudio. Она тоже отображает тестовый диск, определила его файловую систему, показывает имя и размер. Смотрим содержимое диска. Программа тоже нашла все файлы. Отображаются в предварительном просмотре все, кроме документов. Сохранена структура диска, все доступно к просмотру. При быстром анализе программа не отображает превью содержимое документов. Поэтому попробуем выполнить полный анализ. Полный анализ показал тот же результат. Программа прошла тест, но возникли трудности с отображением документов. Запускаем следующую утилиту Easeus Data Recovery Revisor. Программа отображает диск, его имя и размер. Тип файловой системы не отображается. Сканируем диск. Программа сразу же начинает расширенное сканирование. Она отображает файлы, но структура диска не сохранилась. Утерянные имена файлов и все они раскиданы по типу в отдельные папки. Скорее всего программа анализирует диск с помощью глубокого анализа. А это довольно продолжительный процесс при больших объемах информации. Итак, посмотрим результаты. Программа нашла все файлы. Они раскиданы по папкам в соответствии с их типом. Есть документы. Можно просмотреть содержимое при просмотре. Видео. Один файл поврежден. Фото. Все на месте. Удаленные файлы никак не помечены. Непонятно какие из них были удалены, а какие остались на диске. Определить, что все файлы на месте можно лишь по их количеству. При большом количестве файлов будет трудно найти нужные. Придется потратить немало времени, чтобы их все перелистать. Программа справилась с задачей. Не удалось восстановить одно видео. Следующая на очереди диск дрилл. Программа видит наш диск. Отображает его имя и размер. Запускаем сканирование. Как видите быстрый анализ недоступен. Запускаем глубокий анализ. Результат глубокого анализа. Программа нашла данные. Утеряна структура диска. Файлы раскиданы по папкам в соответствии с их типом. Утеряны именно файлы. Есть все фото. Доступен предпросмотр. Видео. Все воспроизводится. Один файл поврежден. Документы. Тоже можно посмотреть содержимое. Программа справилась с задачей, хотя анализ и отнял немало времени. Особенно будет ощутимо при большом объеме диска и большом количестве файлов. Анализ и поиск утерянных данных займет много времени. Все утилиты прошли первый тест и показали неплохой результат. Далее мы по очереди затрем основные элементы структуры файловой системы. А именно главный суперблок и главную таблицу дескриптора. А затем посмотрим результаты. Итак во втором тесте удаляем главный суперблок. Алгоритм поиска нашей программы позволяет без труда восстановить данные даже с поврежденной структурой файловой системы. Hetman Partition Recovery позволяет проанализировать дисковое пространство с помощью алгоритма сигнатурного анализа. Анализируя устройство сектор за сектором, программа находит определенные последовательности байт, минуя утерянные элементы цепочки и отображает данные пользователю. Если затерта вся структура файловой системы, но остались папки нулевого уровня, это не станет помехой для восстановления данных и программа отобразит их. Теперь посмотрим как это действует на практике. Запускаем Partition, программа видит наш диск, определяет его имя и файловой системы. Открываем диск, выбираем быстрый анализ. Результат такой же как и в прошлом тесте, все данные на месте и доступны к просмотру. Их можно восстановить, программа справилась с задачей даже без полного анализа, с отличным результатом. Сохранена структура имена файлов, все они доступны в предпросмотре, второй тест пройден успешно. Запускаем RStudio, программа тоже видит диск, отображает имя и тип файловой системы. Результат такой же как и в предыдущем тесте. Нельзя посмотреть содержимое документов. После полного анализа ситуация не изменилась. Сохранена структура диска и имена файлов. Все данные на месте. Программа прошла тест. Единственный ее недостаток – не отображается содержимое документов. Следующая на очереди Diaseus. Программа видит диск, как и в предыдущем тесте. Не отображается тип файловой системы. Запускаем сканирование. После сканирования видим тот же результат. Файлы раскиданы по папкам, не структуры диска, утеряны ими на файлу. Документы отображают все на месте. Повреждено одно видео. Скорее всего его не удастся восстановить. Программа прошла второй тест. Следующая на очереди – DiskDrill. Данная утилита отображает диск, его имя и размер. Быстрое сканирование недоступно. Запускаем глубокое сканирование. Результат такой же как и в первом тесте. Нет структуры из диска, утеряны имена файлов, но все данные на месте, можно посмотреть их содержимое. Один файл поврежден. В следующем тесте удалим главную таблицу дескриптора. Анализируем диск с помощью партишена. Результат такой же как и в предыдущем тесте. Вы видите его на экране. Теперь посмотрим результат RStudio. Здесь тоже все без изменений. Не отображается лишь содержимое документов. Но в итоге программа их восстановила. Диазиуса тоже без изменений. Результат вы видите на экране. Поврежден один видеофайл. Посмотрим что найдет диск дрилл. В третьем тесте диск дрилл показал наихудший результат. Программа не нашла большую часть файлов. Даже тех, которые не были удалены. Программа предлагает просканировать весь диск. Посмотрим может это улучшить его результаты. А это уже совсем другое дело. Программа нашла все файлы. Есть одно поврежденное видео, но в целом программа справилась с данным тестом. Хотя и пришлось потратить больше времени. Итак, что можно сказать в заключении. Все программы прошли три наших теста, но с разными результатами. В Hetman Partition Recovery удалось найти все файлы. Сохранена структура диска и имена файлов. Все данные удалось восстановить. RStudio тоже нашла все файлы. Сохранена структура и имена файлов. Не отображаются в превью документы, но все же их удалось восстановить. Easeus нашла все файлы, но утеряна структура диска. Файлы отсортированы в папках по типу. Утеряны их имена. Не удалось восстановить одно видео. E-DiskGrill. Программа нашла все файлы. Тоже утеряна структура диска и имена файлов. Один видеофайл поврежден. Его удалось восстановить, но не полностью. Итак, результаты мы получили и можно определиться с выбором программы для восстановления утерянной информации. Но все же, какая из них лучше и на какой остановить свой выбор решать вам. Я лишь добавлю следующее. Алгоритм нашей программы позволяет сохранить структуру папок и название файлов, что упрощает поиск нужных данных и экономит ваше время. Также наша программа может создавать образ диска для последующего восстановления, что является стандартным спортом для работы со сбойным носителем. Некоторые программы из теста этой возможности не предоставляют. Алгоритм нашей программы позволяет восстановить данные, даже если затереть большую часть структуры файловой системы. И если на диске остались хоть какие-то данные, она способна их найти и отобразить пользователю, так как в процессе поиска использует сигнатурный анализ. А на этом все. Надеюсь данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok